Все тихо, просто было в ней. Она казалась верный снимок Дюку Мельфо. Шишков, прости, не знаю, как перевести. Его стихи знают наизусть, а отрывки из произведений расходятся на цитаты. 225 лет назад появился на свет Александр Сергеевич Пушкин. Великий поэт, автор сказок и романов считается основоположником русского литературного языка. Все его замечательные произведения, они, конечно же, сегодня звучат точно так, как 225 лет тому назад. Мы любим этого человека, уважаем этого человека, и поэтому сегодня сквер, который здесь есть, Пушкинский, с его памятником замечательным, это дань человечества, которой сегодня богато этой замечательной жизнью, жизнью творца. В сквере Пушкина собрались десятки почитателей таланта великого гения. Артисты, музыканты, историки, писатели, члены городского пушкинского общества. Они цитировали классика и вспоминали интересные факты из его биографии. Собирая материалы для истории Пугачева, для будущей капитанской дочки, Пушкин бывал в Самаре. Конечно, Самара была гораздо меньше, чем сегодняшний город. Но вот наше это стремление, наше желание, чтобы Пушкин здесь был, мне кажется, много и о нас говорит. Потому что рядом с Пушкиным мы вырастаем, мы на себя смотрим другими глазами. У лукоморья, мороз и солнце, осенняя пора. Пожалуй, в мире нет такого человека, который не знает эти произведения. Знакомство с творчеством Александра Сергеевича у многих начинается в детстве. Его гордо называют «Мой Пушкин», «Наше все», «Солнце русской поэзии». У меня даже был опыт личный в старших классах. Когда двухсотлетие было, со дня рождения Александра Сергеевича, я принимал участие в районной олимпиаде. Вот, писал там поэтическое сочинение. Неплохое место даже занял. Поэтому у меня действительно особое отношение к Александру Сергеевичу. Ко дню рождения писателя городское пушкинское общество приготовило подарок. К юбилею, к 225-летию, мы выпустили книгу, сборник наших самарских поэтов. Сегодня мы будем раздавать, дарить 3000 экземпляров. Для публикации были отобраны лучшие произведения писателей из Самары и других городов. Встреча завершилась возложением цветов к памятнику поэта. Ксения Баканова, Валерий Майоров, События.